Путь к вершине мастерства На греческом гомеос означает подобный, а патос – страдание. Главный принцип гомеопатии – подобное лечится подобным. Основателем этого метода более 200 лет тому назад стал немецкий ученый, врач и фармацевт Фридрих Христиан Самуэль Ганнеман. В 1810 году доктор Ганнеман опубликовал главный труд своей жизни – органон врачебного искусства. Вы обратили внимание? Искусство. В различные периоды истории менялось отношение к гомеопатическому методу, но благодаря фанатической настойчивости немецкого врача, его личность, как первооткрывателя, всегда вызывала удивление и восхищение. Ганнеман впервые выступил с гомеопатической доктриной, будучи уже известен во всей Германии и за границей как заслуженный химик и фармацевт, усердный ревнитель аптекарского искусства. Как ученый он пользовался всюду большим уважением. Но может быть особенно актуальной проблемой гомеопатии сегодня, в 21 веке, когда машины и самолеты насыщают воздух выхлопными газами и тяжелыми металлами? Когда пища наполнена разрушающей организм химией, когда планета стонет от грязи, и вечная зима кажется неизбежной? Московский гомеопатический центр существует уже более 60 лет. Но до 1995 года и он, и вся гомеопатия находились на птичьих правах. И вот лед тронулся. Приказом номер 335 Минздрава России гомеопатия была узаконена. Все время развитие гомеопатии шло по синусоиде. С подъемами, падениями. Но нужно сказать, что каждый раз подъем становился все сильнее и сильнее. Вот эта подъемная волна, энергия этой подъемной волны, она нарастала постоянно с каждым разом. После каждого падения, а последнее падение, такое давление на гомеопатию было в конце 60-х годов. И вот после этого, уже где-то в 70-х, в начале 80-х годах, началась очередная волна подъема гомеопатии. И эта волна совпала, во-первых, с значительным ростом числа гомеопатов. Со значительным, так сказать, ростом популярности гомеопатии. И совпало еще с определенными, нужно было так совпать, видимо, с определенным приходом в руководство Минздравом людей, которые поняли гомеопатию. Если не поняли суть гомеопатии, они, во всяком случае, поняли, что нельзя дальше запрещать гомеопатию. Сегодня у меня боевое крещение, я впервые сюда попала, приехала из Волгограда. 30 лет назад я приезжала сюда, 5 лет ездила, потом такие семейные обстоятельства, а сейчас уже тоже 3 года подряд езжу. Тоже непереносимость химии. Сегодня еще можно встретить людей, которые считают, что гомеопатия сродни нашептыванию и знахарству. Новейшие методы исследования, точная постановка диагноза, а затем лечение натуральными средствами – вот что такое гомеопатия сегодня. И еще в ходе своих исследований Ганнеман столкнулся с проблемой, когда гомеопатические лекарства на первых этапах лечения вызывали обострение болезни. И это, конечно, очень тяжело переносилось больными. Тогда, постоянно уменьшая дозу присутствующего в лекарстве действующего вещества, он заметил – лечебное действие лекарства усиливается. И пришел к выводу – чем меньше доза лекарственного составляющего, тем чувствительнее реагирует на нее организм, и эффективность лекарства повышается. Врачи Московского гомеопатического центра – можно сказать, прямые наследники великого ученого Ганнемана. Они традиционно использовали и используют весь арсенал гомеопатических средств, успешно сочетая гомеопатию с другими методами лечения. Сегодня важно осознать – в медицине различные методы лечения характеризуются определенным пределом своих возможностей. Не существует направление, которое было бы самодостаточным и считалось бы панацеей. Поэтому в искусстве врачевания основой успеха служат не противопоставление методов лечения, а их разумное сочетание. Какой бы школе или медицинскому направлению врачи не принадлежали, они понимают, что в единстве силы. Гомеопатический метод Гомеопатический метод универсален. Его можно применять один метод без привлечения каких-то других средств. Можно применять параллельно с другим лекарственным или нелекарственным методом лечения. Тут нет противоречий. Все зависит, в принципе, от врача. Ведь основной труд Ганнемана, основателя гомеопатии, называется органон врачебного искусства. Органон – это инструмент, в принципе. Поэтому искусство остается, инструмент есть, все дело за врачом. Поэтому нет противоречий. И жизнь, и практика так и показывают, что клиницисты применяют в зависимости от ситуации, в зависимости от его воззрения, от его подготовки. В последнее десятилетие хорошо, что в России появились фармацевтические фирмы, которые стали заниматься производством гомеопатических лекарственных средств. Я считаю, что на первом месте, по крайней мере в России, у нас несколько таких фирм. И одна из ведущих – это, конечно, фирма Эдос, которая постоянно с момента своего образования занимается вопросами фундаментального изучения, по крайней мере, растворов, в которых делаются гомеопатические лекарственные средства, взаимоотношения монопрепаратов в комплексном гомеопатическом препарате. То есть, я считаю, что это большой задел у фирмы на будущее. Они, как говорят, развивают гомеопатию во всех ее отношениях. Гомеопатия – это щадящая терапия. Основой гомеопатических лекарственных средств является природное сырье растительного, животного и минерального происхождения. Здесь более натуральные продукты. Не хочется пачкать себя химией. Там потом, последствия после обычных таблеток бывают подробности. Поэтому мы сюда пишем. Помимо многократных разведений и растираний, Ганнеман включил в технологический процесс приготовления гомеопатических лекарств еще одну изюминку. Для повышения активности действующего вещества в растворе пробирку после каждого очередного разведения нужно обязательно встряхнуть. Да посильнее и не один раз только этот процесс, названный Ганнеманом потенцированием или динамизацией превращает раствор в гомеопатическое лекарство. В чем же состоит секрет потенцирование? Ответ на этот вопрос дала современная наука. При разведении и встряхивании исходное вещество передает информацию о своей молекулярной структуре молекулам воды, заставляя их выстраиваться в определенном порядке, который сохраняется независимо от количества разведений. И еще одна особенность современных гомеопатических аптек, инициатором которой стал Холдинг Эдес, консультация специалиста, который бесплатно, но очень подробно расскажет каждому желающему о составе лекарств, о правилах их приема, даст рекомендации, какое лекарство нужно принимать, каждому в отдельности, в каждом конкретном случае. История холдинга Эдес началась в 1994 году, практически одновременно с официальным признанием в России гомеопатического метода лечения. Именно Эдес приступил к своеобразной реанимации отрасли по производству гомеопатических лекарственных средств в нашей стране практически с нуля. Результатом правильно выбранной политики явилась организация в Холдинге гибких производств гомеопатических лекарств из натуральных продуктов растительного, животного и минерального происхождения. Холдинг использует в производстве и собственное сырье, и сырье иностранных производителей. Низкая стоимость по сравнению с обычными лекарствами является одной из главных особенностей гомеопатических лекарственных средств Эдес. Препараты Эдес постоянно проходят клинические исследования, которые подтверждают высокий уровень их эффективности. Он достигает 93%. Вы помните, в начале нашего фильма мы обратили ваше внимание на то, что доктор Ганнеман пришел к следующему выводу. Чем меньше доза, тем чувствительнее реагирует на нее организм, и эффективность лекарства повышается. Он предложил уникальную технологию, при которой исходное вещество последовательно разводилось в воде или спиртовом растворе в 10, 100, 1000, 10 тысяч и более раз. Иногда разведение заменялось растирание с молочным сахаром. Ярые противники Ганнемана обвиняли врачей-гомеопатов в том, что они лечат водой. Однако реальные факты, свидетельствующие о высокой эффективности гомеопатического метода, сводили все эти обвинения на нет. В отличие от убойных доз, традиционно применяемых в медицине сильно действующих лекарственных препаратов, гомеопатические лекарства обеспечивали очень мягкое воздействие на организм и потому не тянули за собой длинного шлейфа нежелательных побочных явлений. Натуральная медицина ЭДЭС – это система современных представлений о здоровье и болезнях человека, а также комплекс оздоровительных, профилактических и лечебных воздействий, направленных на сохранение и восстановление здоровья. И, конечно, особенно важно и необходимо это будущим мамам и их малышам. Доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Москвы по традиционным методам лечения и гомеопатии. Заведующая кафедрой педиатрии Московского факультета с курсом гомеопатии. Лидия Ивановна Ильенко – ну просто искусница. Это она держала в руках сотни маленьких жизней. Помогала и помогает им войти в этот мир. Это ее слова. Профессия наша круглосуточная. Мы с вами находимся в очень интересном учреждении здравоохранения, которое называют «Новаторы с улицы Новаторов». Вот адрес и определяет отношение к делу. Мы находимся в учреждении, где очень много всяких новаций. Это и вертикальные роды, и это учреждение, первое учреждение, где было совместное пребывание матери и ребенка. Сегодня этот родильный дом имеет золотую доску, международную и национальную награду, которая свидетельствует о том, что это учреждение доброжелательного отношения к ребенку. И 15 лет тому назад в этом родильном доме начали использовать гомеопатические средства. Даже здесь, в родильном зале, используют их и для женщин, у которых имеется нарушение родовой деятельности, слабость родовой деятельности, используются и для женщин как обезболивающие средства, и при необходимости используются вот для наших, но в появившихся, молодых и маленьких пациентов. Они очень хорошо реагируют на гомеопатические средства, и иногда вовремя данная крупинка снимает целый ряд вопросов. Как правило, от этих препаратов польза большая, ими довольны и матери, и им доволен персонал. Используя гомеопатические средства, мы можем уменьшить количество обезболивающих, мы можем уменьшить количество различных послеродовых осложнений, и это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok